Ну, я думаю, что Россия сейчас должна постараться со всеми своими соседями жить в мире. В мире, в хороших отношениях, и ни в коем случае не переводить эти отношения на язык силы, на язык войны. Это очень опасно, это очень чревато. И мне кажется, что мне всегда странные такие разговоры, когда говорят, ну как, смотрите, они же базы НАТО поставили. Вот смотрите, вот база НАТО, ну и что? Ну эти базы НАТО, кто-нибудь когда-нибудь от них пострадал? Ведь базы НАТО стоят для того, чтобы предостеречь мир от реально какой-то большой войны. Никто не собирается нападать на Россию. Но если в России будут какие-то плохие события, значит базы НАТО, наверное, включатся, чтобы их как-то отрегулировать. Базы НАТО находятся в той же там Эстонии, и в Латвии, и в Литве, и в Польше, и в Румынии. И всюду есть какие-то более-менее военные такие точки, где НАТО приводит. Но это совершенно не значит, что они собираются бороться с Россией. Они просто-напросто следят за порядком. Если арабские террористы, условно говоря, нападут на Россию, вот тут-то база НАТО и вступит, и исполнит свою роль, для которой они предназначены. Я уверен, что они для этого, собственно говоря, и стоят. Это их главная роль, так сказать. Если вы смотрите американское телевидение, то вы сразу поймете, что главный враг Америки, это, конечно, государство Айсис, или ИГИЛ, по-моему, оно называется по-русски. Вот это действительно серьезный враг, потому что Россия не является врагом, Россия является союзником. И мы прекрасно знаем, что много раз Россия и Америка сотрудничали в самых разных вещах и должны и дальше сотрудничать. Но мы должны, с соседями, мы должны стараться вести дружественную политику. Дружественную, торговую, культурную, политическую, но всегда только направленную на мир и больше ничего. Дружественную, торговую, культурную, политическую, америка сотрудничать.